7 января православные христиане отпраздновали Рождество. Верующие шли в храм всю ночь и весь день. Рождество Христово – великий христианский праздник, установленный в воспоминании рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Рождественское богослужение началось ровно в полночь. В двух храмах Азбеста его свидетелями стали сотни верующих. Днём в Центре народной культуры ЛАД силами воскресной школы храма умиления для детей был проведён рождественский праздник. Воспитанники воскресной школы показали спектакль «Путешествие в рождественскую сказку». Это рождественский спектакль на тему сказки «Морозка». Это, как всегда, сказка о добре и зле. Это о Машеньке и Марфушеньке, о их приключениях в рождественскую ночь. Конечно же, добро всегда побеждает зло, потому что Машеньке приходят на помощь добрые ангелы, они помогают ей. Конечно, есть, как и в любой новогодней сказке, есть новогодний Дед Мороз, есть много песен, танцев, веселья, радости. После представления к зрителям вышли Дед Мороз со Снегурочкой. Они играли и танцевали с детьми. Во время танца ребята из зала перемещаются в холл, где стоит ёлка. Там Дед Мороз и Снегурочка слушают стихотворение и дарят ребятам долгожданные подарки. «Сегодня дети нашей церковной приходской школы, храма умиления города Азбеста, приготовили концерт, выступление для детей нашего города, Белокаменного, Ревцинских посёлков. В этом спектакле дети рассказывают о том, что мы можем принести Христу, как древние волхвы, подарки. Подарки – это наши добрые дела. И мы надеемся, что этот такой небольшой нравственный урок, дети, которые придут сюда, пришли сюда, они этот урок усвоят. Мы всех поздравляем с этим светлым праздником, наших детей, педагогов. Детям желаем услышания, а педагогам и родителям – терпения». Данное благотворительное мероприятие проводится второй год. На него приглашают ребят из центра «Семья детского дома», центра «Радуга», а также центра «Семья посёлка Ревцинский». Праздник, конечно, замечательный. Мы второй год принимаем участие в этом празднике не только в качестве зрителей, но и дети с ограниченными возможностями здоровья уже участвуют в самом спектакле. То есть мы рады очень видеть детей на сцене, видеть детей в зале, видеть, как радуются дети с ограниченными возможностями вот такому красивому празднику. С храмом и умилением мы сотрудничаем уже шесть лет, и поэтому мероприятия не только вот здесь у нас проходят совместные, но и в нашем реабилитационном центре. Поэтому сотрудничеству такому мы рады и надеемся, что для дальнейшей жизни детям это очень пригодится. В конце праздничного концерта все ребята получили небольшие подарки. Юлия Рушенцева, Тимофей Хлебников, Новости АТВ.